Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня и как звучит в рекламном анонсе и даже дегустации. Поэтому мы дождались сегодня шестой выпуск нашей программы и те, кто нас сейчас смотрят в прямой трансляции, уже заметили необычный предмет на столе. И я, наверное, должна уже раскрыть тайну, что же сегодня произойдет. Правильно, дегустация, но отнюдь не вина или шампанского, а именно икры. И не только красный, но и черный. Сегодня гуляем на широкую ногу. Конечно, это большая наглость начать понедельник с такого мероприятия. Но, тем не менее, сегодня и радиослушателям, и зрителям предоставится, я считаю, шикарная возможность. Ну, во-первых, узнать очень много нового про икру, про виды, откуда добывается, как хранится, собственно, как ее выбрать. Ну и, конечно, мы развеем все мифы, да, распространенные, которые бытуют не только в ресторанной сфере, но и в потребительской. И я сегодня с большим таким удовольствием представлю компетентных гостей, которые нам сегодня будут помогать разобраться, что же такое икра и почему она считается эксклюзивным продуктом. Это эксперт равно киевистик и шеф-повар Руслан Альшевский. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну, я не могу, конечно, оторвать взгляд с этой прекрасной вазы, со льдом и икрой, но нам нужно начать, да, все-таки не смотреть только на нее. Давайте вообще вот вводные какие-то пару слов. Почему икра считается вот настолько премиальным каким-то вот продуктом, что при одном слове у нас какая-то ассоциация вот дороговизны, какого-то люкса, когда вам говорят. Кто начнет, выбирайте. Я думаю, что эксперт начнет, я добавлю. Хорошо. Хорошо, но про икру, про кавер всегда и везде сохраняется какая-то тайна, какая-то непредсказуемость. То есть, никто не знает, почти никто не знает до конца, что такое икра, как, чем отличается и так далее. И поэтому, особенно черная икра не всегда была люксовым продуктом. Пару сотен лет назад, например, в Америке черную икру дали в пивных кабаках вместе с бобами и стоили столько же, сколько и бобы, то есть соленая, да. И ценить это стали только, ну, может, там, сто с чем-то лет назад, когда научились икру правильно обработать, правильно солить, делать процесс моторизации, моторизейшн. И после этого икра еще долгое время была достаточно доступна. И в связи с тем, что бесконтрольно вылавливали осетров и не восстанавливали популяцию, то к концу 90-х годов, в начале 2000-х в мире осетров практически не стало. И цена на черную икру улетела в космос до нереальных там цифр, да. И только сейчас, ну, как сейчас, последние там 20 лет, дикая ловля осетров запрещена. И поэтому фермы, все производители с совестью занимаются тем, что они восстанавливают популяцию осетров. То есть каждый год выпускают мальков там в реки, в море и так далее. То есть борются все-таки за восстановление. И поэтому икра, как никто не знает, ну, большинство не знает историю, откуда появился, как появился, но всегда на царских столах, всегда на богатых столах Европы и всего мира черная икра была вот такая на почетном месте. Конечно. Большая просто проблема еще, что именно произошел период индустриализации, и в тех водах, в которых водится осетр, их перекрывали дамбами, это рядом заводы, и это тоже очень сильно помешало, ну, вообще популяризации осетра. Вот именно как раз, когда ее начали обрабатывать правильно и засаливать и так далее, ну, люди научились ей пользоваться. И, ну, самая же большая проблема то, что осета растет очень долго. Это же одна из самых древних вообще созданий в мире, которые сохранились и по сей день. Очень такой процесс длительный, да? Да-да-да, это от 8 лет. Очень долго, правда. С рождения осетра. То есть, представьте себе, чтобы маленький осетрик создал хоть немножко черной икры, должно пройти хотя бы 8 лет. Конечно, чем старше он становится, тем больше икры, но по истоку 8 лет он производит икру, и его, в принципе, убивали, и сразу все, да? Тебе, в принципе, понятно, да, почему цены могут взлетать вот так вот до космических каких-то цифр. Но если мы говорим про ресторанную индустрию, как часто шеф-повара используют ее в своих блюдах? Потому что, ну, понятно, вы не сделаете все блюдо целиком из икры, да? Скорее всего, это такой такой final touch, когда чем-то украсить, да? И все равно это больше связано там с кухней, где практикуются рыбы и морепродукты. Ну, то есть, или есть еще какие-то исключения, там, я не знаю, в бургеры какие-то добавляется икра? Ну, вы знаете, это очень, во-первых, у икры очень широкий спектр, где ее можно использовать. Потому что это настолько специфический вкус, которого нет ни у какого другого продукта, да? И он натурально дает пятый вкус умами, да? То есть, который насыщает вкус, да? И это, ну, очень такой деликатный продукт. И сейчас рестораны очень много используют. Особенно, вот как вы говорите, в комплиментаре к чему-то, к канапе, это, да? Или это какие-то закуски, да? Украшения. Везде такой хороший final touch, да? Который люди хотят придать, может быть, даже дороговизну, да? Эксклюзивность этому блюду, да? Это может быть самая простая пожаренная рыба, да? Но если там будет чуть-чуть черная икры, то она сразу станет богаче. Она смотрится так эстетически очень красиво и приятно глазу. То есть, она такая, как бусинки выглядит, да? То есть, на нее приятно смотреть в любом случае. Вряд ли она испортит подачу какого-либо блюда. Ну, и она вряд ли испортит вкус. Я вам скажу, что есть примеры, когда люди делают десерт из черной икрой. Десерт. Да, шоколад. Очень хорошо с черной икрой. Ну, кстати, вот про такое сочетание я не слышала. Я просто сегодня буду задавать вам вопросы максимально со стороны такого обывателя, да? Потому что, признаюсь честно, я черную икру попробовала только в этом году. Первый раз. И мне понравилось. Что касается красной, ну, я пробовала, но не могу сказать, что это вот тот продукт, который я прям вот полюбила, и теперь там каждую масляницу ем. Нет. Ну, то есть, я скорее тот человек, который не ест икру. Но я думаю, что это и хорошо, потому что сегодня, вот я говорю, можно задать вам такие вопросы, максимально глупые, может быть, для вас, да, специалистов. Но зато они будут, ответы на них будут максимально полезны для наших слушателей, вот, и для меня будут тоже разбираться. Ну, вот, так что спасибо вам еще раз, что сегодня будем обо всем этом так подробно говорить. Я, кстати, хотела напомнить, что у нас уже практикуются в эфирах различные конкурсы, да? Мы дарим подарки, всегда честно, от души. Сегодня у нас не подарочная карта в ресторан, а именно будет 500 грамм. Равно расскажите, чего именно? Это будет икра дикого лосося горбуши. Это будет максимально качественная икра из Аляски. Ручная работа без добавления каких-либо консервантов и других добавок. Только икра, соль 2,5%, правильная экстренная заморозка. И вот такая баночка 500 грамм будет призом победителю. Да, у нас сегодня такой щедрый понедельник, несмотря на всю пафосность сегодняшнего эфира. Повторюсь, значит, мы дарим сегодня 500 грамм красной икры человеку, который задаст самый остроумный вопрос. Свои варианты можно отправить, как всегда по традиции, в WhatsApp на номер 2306191, 2306191. Ну, конечно, в силе и звонки в студию, мы можем смело ответить на все вопросы наших слушателей. Напомню, номера для связи 6721-2939, 6721-3939. Ну, а мы продолжаем нашу беседу про икру. И я хотела у вас спросить. Все-таки существуют такие факты в интернете, по крайней мере, гуляют. Когда я готовилась к программе, я наткнулась на множество статей. Есть определенные мифы по поводу как красной, так и черной икры. И вот можем ли мы их сегодня оспорить или подтвердить? Первый, который чаще всего встречается на просторах сетей, это что икра – это безумно целебный продукт, который чуть ли не заменяет всю группу витаминов. Правда ли это? И благодаря чему это происходит, если это так? Ну, я, наверное, попробую ответить. Однозначно да. Почему это так происходит? Во-первых, икра – это, можно сказать, маленькая будущая рыба. И внутри икринки от природы дано для этой малька первоначальный комплект всего того, что необходимо для старта жизни. То есть там витамины, минералы, там, в принципе, есть все, что необходимо. И, что самое главное, это все очень легко осваиваем. В икре есть, кроме витаминов А, В, В2, В6, В12, С, Д, есть еще аминокислоты, есть омега-3, омега-6. То есть это все необходимо для функционирования здорового человеческого организма, для человеческой иммунной системы. И поэтому нельзя сказать, что икра – это лечит зрение, или икра лечит сосуды, или икра минимизирует или борется с раковыми опухолями. Но однозначно икра – это один из тех продуктов, откуда максимально легко можно получить то, что не хватает нашему организму. Но если человек, кроме этого, еще и питается разумно, правильно… Сплоентированно. Да. И человек занимается разумными физическими нагрузками, то получается, что человек здоров, и, соответственно, эти болезни не будут развиваться. То есть икра – просто один из этих составляющих. Это как вместо капсулы витаминки с утра можно будет есть по 100 грамм чёрной икры. Было бы неплохо. Но 100 грамм, честно говоря, чуть-чуть многовато. Считается, что одна ложка икры, чёрной или красной, это такая хорошая доза всего того, что необходимо человеку в иммунной системе. Вот говоря, например, насыщенность продукта, икра – это диетический продукт или нет? Ну, то же самое. Нету, не существует только икруной диеты, что кушать только икру и ничего другого. Хотела бы я так посмотреть, да-да-да. Учитывая, что икра даёт очень много полезного, да, и совокупности с другими полезными продуктами, будь это овощи, фрукты в разумном количестве, там мясо, рыба обязательно, да, то есть это всё вместе диетический продукт, да, то есть однозначно, да. Ну, просто я когда готовилась к программе, да, я вычитала такую информацию, что для наших слушателей, возможно, будет тоже интересно, что на самом деле икра не настолько жирная, как может показаться, да, и она не откладывается в жировую ткань, и если мы берём 100 грамм икры, то в ней содержится не более 260 килокалорий, поэтому, друзья, можете есть ложками икру, мы разрешаем. Касаемо видов, да, вот у нас даже сегодня представлена чёрная и красная икра. Бывает такой миф, что чёрная икра, она гораздо полезнее, чем красная, правда ли это? Ну, тоже могу сказать, что, в принципе, в каждой икре есть то, о чём я уже говорил. В чёрной икре это всё немного более концентрированном виде. И поэтому, если сравнивать одну ложку чёрной икры и одну ложку красной икры, то с чёрной можно получить больше пользы. Но если, например, взять относительно к стоимости икры, поскольку чёрная икра стоит 10 и так далее, раз дороже красной, то красная икра более выгодна можно получить, более дёшево можно получить те же витамины. Ну, всё равно красная икра, она как-то, мне кажется, у людей всё равно не ассоциируется с чем-то настолько недоступным, да, поэтому, мне кажется, чисто психологически идёт, что чёрная лучше, потому что её тяжелее, скажем, достать. Ну, в принципе, это те же, грубо говоря, рыбные эмбрионы, в которых содержится целая жизнь. Сейчас нас веганы побьют за такое объяснение. Ну, у нас такой эфир, к сожалению, не по брокколи сегодня. Да, да, кстати, это всё тоже будет, но не сегодня. Так, хорошо, такой горячий вопрос от меня. Правда ли, что икра является афродизиаком и увеличивает сексуальное влечение? Абсолютно. То есть мы сейчас начнём понедельник правильно, да? Абсолютно, наряду с устрицами, горьким, дорогим, хорошим шоколадом и остальными, конечно. Мне кажется, даже сам процесс поедания, особенно чёрной икры, он прям настолько… Кажется, особенно каким-то… Да, он прям даёт о себе знать. И в правильных количествах, так же, как и устрицы, конечно, влияет на организм именно так, как и должен. Вы любите устрицы? У меня так, с устрицами сложилось, что раньше очень любила, пока я работала, жила в Москве, прям это была такая традиция – сходить, поесть. Ну, тем более, опять же, миф, что устрицы – это очень дорого, на самом деле можно их поесть вообще очень доступно. Это зависит от вида устрицы. Ну да, да-да, нет, ну вот нравилось, нравилось, а потом, когда работала в Сингапур, я ужасно отравилась устрицами, просто. Я честно думала, что всё. И потом ещё раз в лепой отравилась устрицами, поэтому на данный момент я решила, что наши отношения приостановлены. Да, но просто вот после поедания устриц есть такое в животе, такое чувство, ощущение такое интересное. Не бывало у вас такого? Достаточно хорошее. Хорошее чувство, неплохое. Последние ассоциации в животе по ощущению… У меня, например, хорошее, и то же самое происходит с правильным поеданием чёрной икры. Ну, они насыщены белком, там, протеин, то есть это очень полезно, в принципе. Ну, это такие продукты, которые достаточно нередки, они очень особенны в своём роде, поэтому в этом и есть отличия. Может быть, поэтому и они считаются афродизиаком, поэтому они так влияют на организм. Там не только психологические составляющие, а кроме этого есть и фосфор, и йод, которые, в свою очередь, помогают производить сиротин, и эндорфины, и так далее, и так далее. То есть это и технически так получается, что это работает. Химические процессы, в общем, правильно… Правильные химические процессы правильно сделаны. Бытует ещё такое мнение, что икра продлевает жизнь. Даже учёные голландские доказали, что люди, которые регулярно едят красную или чёрную икру, живут на 8-10 лет дольше, чем те, которые не употребляют. Но, конечно, нужно тут понимать, сколько её нужно есть в неделю, чтобы стать долгожителем. Но статистика, она впечатляет, что вот среди прибрежных морских районов, например, Сахалина, Камчатки, Аляски, люди действительно на 40% дольше живут. То есть она не только полезна с точки зрения витаминов и сексуального влечения, но и будем жить долго, оказывается. Но, опять-таки, не только икра отдельно сам по себе помогает это делать, а вот весь этот здоровый образ жизни и все правильное питание. Те же люди Аляски или Сахалина, они кроме того, что кушают икру, они кушают правильную дикую пойманную рыбу, не в ферме выращенную. И они определённо работают, у них свежий воздух. То есть это всё в совокупности и помогает больше жить, дольше жить. Супер. Предпоследний миф, который мы сегодня должны развеять, это икра используется в косметологии. Равно вот у вас жена просит, равно, отсыпь меня, пожалуйста, я там маску себе сделаю. Нет? Не понял. Видите, какой вопрос задала. Для мужчины непонятно, что за маска, что за маска. Да, маску, в принципе, можно и дома делать, чёрной икры, маску, да, но в косметологии используется чёрная икра, скорее вот, ну, экстракт чёрной икры. И в каких пропорциях, в каких дозах, в каких составах это фирмы-производители, конечно, скрывают, никому не скажут, мы это не знаем, но тем не менее, да, это используется. Единственное, что если делать прямо дома маску с икрой, чёрной, мало того, что это достаточно дорого, надо учитывать, что в икре есть соль, где-то в районе трёх процентов, и может получаться, что эта соль будет сушить вашу кожу, если это делать неправильно. Так, девушки, слушайте, записывайте, не нужно себя обмазывать чёрной икрой, пересушитесь, не дай Бог. Но я просто видела такой достаточно неприятный ролик, ну, мне его не очень приятно было смотреть. Одна из программ, ну, российских каких-то там, делают выпуски про женщин, которые тратят очень много денег на шоппинг, какие-то бьюти-процедуры. И там был сюжет про девушку, которая себе вместо патчей под глаза, значит, приклеивает устрицы, всё остальное тело делает какой-то скраб, маску, не знаю, как это назвать, из чёрной икры. Потом, значит, она во всём этом лежит, нет, или она обёртывание делает, ну, что-то там такое было, не буду врать. И потом она ложится в ванну с шампанским. Вот у неё ежедневный, как она сказала, ритуал, который стоит там очень-очень дорого. Я не думаю, что икра, которая продаётся в магазине для того, чтобы её кушали, как раз предназначена для таких интересных процедур. Я вам скину это видео, посмеясь. Можно потом так чисто клиентам, там, я не знаю, или гостям своим показывают, что вот и такое бывает, да, в шутку. Хорошо. Про цены вы уже затронули немного эту тему. Правда ли, что, то есть, если икра стоит дёшево, значит, она очень низкого качества? Или это не так? В общем и целом, да. Если икра стоит дёшево, значит, она низкого качества. Не существует торговца, который по каким-то причинам хорошую, дорогую икру продаёт дёшево. Такого просто не бывает. На сегодняшний день логистика по всему миру развита так, что если производитель производит хорошую, качественную икру, если он не может продавать в своей стране эту икру, он продаст его в течение 24 часов, можно доставить икру в любую точку мира. И поэтому продавать икру за 400 долларов в какой-то стране, в каком-то рынке, если его можно продать за 1500 евро в Берлине, Париже, или в Соединённых Штатах, то есть такого не бывает. Бывает обратно иногда, что задорого покупается плохого качества икра. То есть это уже совесть торговца или перекупщика, который покупает максимально дёшево, максимально низкокачественно и пытается его максимально продавать, как супер премиум. Кстати, вы видели когда-нибудь икру, которая не была бы премиум, топ, супер? Они все на этикетке пишут именно так и так и рекламируют. Это, наверное, самая большая проблема этого рынка вообще с чёрной икрой, потому что я в своё время был в Азербайджане, в Баку, и там этот рынок очень хорошо развит, особенно... Икорный. Икорный, да. Но там же Каспийское море, да? Да, да. И осётры, и как раз чёрная икра. И всё это очень-очень такая там болезненная, я бы сказал, тема, потому что я там работал целый год и, собственно, пытался доставать хорошую чёрную икру. И вот, по-моему, только в конце года я нашёл фирму, которая действительно поставляла, не сказал бы, что очень хорошего качества икру, но хотя бы среднего. Потому что там чёрный рынок икры развит очень хорошо, и всё её продаёт как премиум. Всё. Ну и можно добавить то, что на сегодняшний день, поскольку дикая ловля осётров по всему миру запрещена, и в том числе и в России, в том числе и во всех остальных странах, то те люди, которые раньше были браконьерами, они сейчас во многом занимаются тем, что они покупают китайскую низкокачественную гибридную икру и продаёт его под видом браконьерскую. Сами перепаковывают и так далее, и так далее. То есть, в самом деле, это не та икра, которая получается с настоящего осётра. Это получено с помощью скрещивания разных пород осётров. Икра обработана, может, с помощью каких-то разных консервантов, химикатов. Там неизвестно, какой состав. И поэтому эта икра, как правило, она не очень вкусная и так далее. Ну мы попробуем обязательно после рекламной паузы. Будет такая возможность сегодня отличить икру. Я так понимаю, вы подготовили такой маленький тайный покупатель, да, то, что представлено на полках. Ну ладно, об этом расскажем после рекламной паузы. Я напоминаю, что в эфире сейчас открытая кухня, программа, в которой сегодня у нас приходит дегустация икры. И мы разыгрываем 500 грамм красной икры в подарок за самый остроумный вопрос по поводу икры. Присылайте нам на номер ватсапа ваш вопрос 2306191 и вернёмся после рекламы. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире открытой кухни дегустация красной и чёрной икры. Наши харизматичные гости, эксперт равно кивистик и Руслан Альшевский. Сегодня у нас действительно есть прекрасная, считаю, возможность всё это попробовать, узнать. Мы в первой части программы развеяли мифы, что правда, что ложь про икру. Ну, сейчас я обязательно хочу воспользоваться своими экспертами и всё-таки узнать, как её правильно выбрать, как отличить хорошую от плохой. Ну и, конечно, на примере, вот прямо здесь, я думаю, что стоит в этом удостовериться. И напоминаю нашим радиослушателям, что мы объявили конкурс. Дарим сегодня 500 грамм красной икры тому человеку, который задаст самый остроумный вопрос. Присылайте их на номер 2306191, 2306191, и в конце передачи мы подведём итоги. Итак, как выбрать икру? Значит, в первую очередь упаковка. Есть определённые требования, которым должна соответствовать упаковка икры. Если на упаковке нет нормальных этикеток, нормальных quality seal, то сразу стоит понимать, что эта икра нелегальная или что-то с этой икрой не так. Важно не то, что написано на верхней этикетке, вся необходимая информация всегда есть на нижней этикетке. И там написано, от какой породы осётра получена эта икра, там написана его пищевая ценность. Если вы позволите, давайте послушаем. У нас вопрос есть на диван на уши. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю за такую прекрасную вашу программу. Спасибо вам. Муж приедет с работы и обязательно постараюсь угостить его маленькой-маленькой порцией чёрной икры. Я бы хотела у вас спросить. Совсем недавно, ну в течение полугода, мы с мужем были в ресторане на Элизабетас и заказали как бы чёрную икру, покрытую пылью из золота или крошкой. Я вот не помню, как это было там написано. Но и для чего? Это было не дёшево, но это было так необычно, приятно, потрясающе красиво всё это выглядело. Но когда я пробовала, я, конечно, ощущала, ну, саму вот как бы запах моря, чёрная икра была качественная. Но вот золото я никогда не пробовала, видела, как это используют там какие-то дорогие пирожные или что. Но вот с чёрной икрой. Это специально так придумано или это есть такое блюдо? Я думаю, шеф-повар Руслан, да, может нам ответить на вопрос. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Да, вы знаете, на самом деле... Просто не было времени узнать там у повара, как это вообще, что это. Это вот всё, что связано с золотом в еде, это просто для того, чтобы это было красивее и интереснее. Золото не придаёт никакого вкуса абсолютно, да, съедобное золото, которое используют на еде. И это просто для того, чтобы сделать эту чёрную икру чуть более эксклюзивнее и дороже, чем она есть на самом деле. Вот, но я рад, что вы получили хороший экспириенс в этом ресторане. Это очень круто. Я тоже абсолютно соглашусь с Русланом, что это сделано, скорее всего, для такой богатой подачи, чтобы максимально впечатлить гостя. Вот девушка позвонила, значит, её это очень поразило, да, она это запомнила и вот... Ну, это и для того и сделано. Для того и сделано, конечно. Это для того и сделано, видите, как у человека осталось в памяти, это очень хорошо. У нас ещё один звонок. Давайте ответим. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. У меня вопрос к Руслану, может быть, не столько остроумный, но всё же вот мне хотелось бы узнать. Руслан всё знает об Экре. У нас эксперт, который знает всё об Экре Рауна, а Руслан – шеф-повар, который в ней нет, да, со стороны и употребляет её в своей профессии. Как эксперт такой, да. Вот, может быть, он скажет, откуда появилось название «Кабачковая икра», и с чем это связано. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос, да, классно. Это очень остроумный вопрос. Так, кто ответит? Рауна, Руслан? Ну, скорее Руслан, наверное. Ну, наверное, я постараюсь, я не знаю точно ответ, но, по-моему, в своё время просто... Ну, в смысле, кабачковая икра, это и есть кабачковая икра. Поставили в тупик, шеф. Да, я правда, но для меня кабачковая икра, я всегда в бабушке, ел раньше кабачковую икру. Ну, я думаю, что вопрос в том, что по консистенции, она похожа, откуда это пошло просто. Ну, может быть, она лучше знает, если это связано с... Перекинули. Я просто, да, много раз слышу, серьезно. Я слышал об этом, нет, кабачковая икра, это не, если я правильно понимаю этот термин на русском языке, это не от рыб икра. Да-да-да-да, кабачок. Да, от овощей, да, то есть это определённым образом готовленный этот вот овощ, и поэтому его называют так. Да, так же, как и баклажановая икра. Да, баклажановая, заморская. Просто, ну, я не знаю, я точно знаю, что это... Я думаю, по консистенции. Ну, да, по консистенции она такая, как пюре. Да. Ну, такая, из банки. Но просто раньше не совсем можно было достать её, потому что... Можно было сублимировать. Да, потому что я точно знаю, ну, я точно читал про то, что не было распространены баклажаны в центре Советского Союза, были только на юге, поэтому это было, как бы, заморское. Так, правильно, тысячи извинений вас прервали. Значит, про упаковку вы сказали, что должно быть... Про упаковку, про этикетки. Да, этикетки. Значит, самая важная информация на нижней этикетке, или иногда его на такой боковой полосе пишут, это код CITES. Это комбинация буквы и цифр. Она начинается, как правило, с буквы С. Это обозначает, что это икра, произведенная из рыбы, которая выращена на ферме. После этого следует там два или три буквы. В нашем случае это ИТ, то есть итальянская. То есть страна-производитель. После этого некоторые другие показатели. Что там самое главное? Это вид осётра. То есть в самом начале либо три буквы, либо три буквы, Х, ещё три буквы. То есть в этом случае это гибридная икра. Это укороченное название породы осётра по латыни. То есть если, например, сибирский осётр, то в этом случае там буквы Б, А, Э, это Ацепенсер, Баэри. Или если русский осётр, там будут буквы Гуэ, Ацепенсер, Гильденстаде. Или если это Белука, то это там будут, соответственно, буквы Х, У, С. То есть там надо посмотреть, соответствует ли то, что написано на цитискоде, тем, что написано наверху. Для примера есть такой термин, именно термин осетра. Она пишется ос-цетра. И это исключительно применяется к русскому осётру. То есть русский осётр, Ацепенсер, Гильденстаде. И нередко встречаются разные производители, пишут на верхней этикетке похожую слову, осетра, без С, И, там. Но какие-то другие вариации. А на самом деле эта икра сделана из сибирского осётра или из стерилида. Ну, более низкокачественная порода осётров. И это вот аналог можно привести как адидас и адибас. То есть это самое известное сравнение. Дальше по упаковке. Упаковка должна быть такая, чтобы исключилась возможность его открыть и потом повторно закрыть. То есть поэтому либо есть боковые полосы, которые, ну, видно здесь на икре, то есть их нужно разрезать. Невозможно открывать банку, не повредив их. Это делано опять-таки для того, чтобы покупатель понимал, что эта икра была запечатана в заводе, и его никто не открывал, никто не трогал, с ним ничего, никаких манипуляций не делал. Этикетки должны быть деланы такой бумагой и таким клеем, чтобы их невозможно снять, клеить на другое место, на другую банку и так далее, и так далее. А что, если мы говорим уже именно про саму икру, вот по виду, можете как-то, может, привести пример, показать на том, что у нас сейчас представлено? Ну, по внешнему виду, если посмотреть упаковку, то есть стеклянные и металлические упаковки. Нет, я имею в виду уже про саму икру. Ну, саму икру нужно просто посмотреть, чем икра более качественная, более правильная, тем она более однородная, а более, ну, есть такое, что чем более светлая икра, тем она более качественная, более дорогая. Это не всегда относится, есть разные породы осетров, которые дают там темную икру, но, тем не менее, это один из показателей. Размеры икринок, это тоже показатель. И важно, чтобы икринки в банке были все примерно одинаковые, чтобы это была одинаковая текстура, не так, что есть больше, поменьше и так далее. И когда уже открыли банку, один из самых лучших способов убедиться в качестве икри, это положить икру сюда на руку. Почему сюда? Потому что здесь много мелких кровяных сосудов, в которых икра очень быстро греется. и при теплой икре появляются неправильные послевкусия, неправильный прикус, и после этого, когда покушали, надо понюхать то место, где икра была, то есть там есть химический запах, что ли. Таким образом можно это попробовать. Это, кстати, способ российских купцов, которые в астраханских рынках много-много лет назад покупали икру, бочками возили в Париж, то есть они именно ходили, клали на руку, ждали и попробовали. Интересно, я про это, кстати, вообще ничего не знала. Может быть, тогда можем что-то уже посмотреть, попробовать? У нас не так много времени остается. А вы знали, Руслан, что так приятно пробовать? Да, руку точно, да. Да, знали я, кстати, вот вообще. Я когда участвовал в нескольких выставках, ну вот если приходите на выставку, и там есть стендис с черной икрой, вам обязательно дадут 10 грамм водки, холодной, ледяной, да, и перед тем, как попробовать икру, вы должны выпить эту водку. Вы, в принципе, даже ее не пьете, она у вас как будто растворяется во рту, да, там совсем маленькое количество. Это для того, чтобы очистить полностью рот вот от любого вкуса, и потом, ну вам уже до этого положили икру на руку, она чуть-чуть погрелась, и вы ее кушаете. Итак, в принципе, да. Приносим извинения за такие посторонние сегодня звуки в эфире, да, потому что у нас тут все очень профессионально подготовлено, много всякой атрибутики. Советую попробовать в таком порядке, что у нас есть икра русского осетра пастеризованная, хорошего качества, у нас есть икра этого же русского осетра, свежая, и у нас есть для сравнения икра, которая куплена на местном рынке, которая более низкого качества, так называемая дойная. Даже по внешнему виду, но радиослушатели это не видят, но вы видите, что пастеризованные икра более мелкие икринки, и здесь немного другая текстура и более крупная. Честно говоря, вот, да, кто радиослушатели на данный момент не видит, я обещаю вам поделиться фотографией в Фейсбуке в нашей группе «Открытая кухня». Действительно, разница очень видна. Вот чисто внешне, оно отличается, и даже как, насколько аккуратно она выложена, потому что здесь вот прям такая ювелирная работа. Тут мы как будто так, ну, положили, как положили, что называется. Ну, я думаю, что я Руслану уступлю. Ну, давайте. А шампанское кто-нибудь принес? Может быть, под столом кто-то спрятал? Нас вообще тогда возненавидят. Все так тишина, затаились в предвкушении ответа шефа. Ну, это хорошая икра. Хорошая. Да-да-да, прям, ну, она вкусная, у нее не очень сильно такой прям комплексный вкус, когда вот она очень перебивающий, но она очень вкусная такая. Ну, и чувствуется, что она однородная. Когда она не сильно лопается у вас на губах, когда она, вот, вам не нужно ее зубами чекать. Прожевывать, да? Да-да-да, вам не надо ее прожевывать. Правильный способ кушать икы – это положить такую небольшую ложку на язык и прижимать наверх. Да, прижать к небе, да. И она должна раствориться. И тогда вкус у вас полностью. Вы пробуйте вот эту. Да, я единственное, как-то промечиво накрасила губы красной помадой, я не знаю, как я сейчас смогу, но, ладно, что-нибудь придумаю. Я возьму чуть-чуть, так, если можно. Ну, я не эксперт, не шеф, не специалист в этом, но вкусно. Она действительно очень однородная, очень мягкая, приятная. Да, она не мешает. То есть, у нее нет такого, что вы прям едите, и вам вот ох-о, это икра. Нет, она должна быть такая, она должна быть приятная, но вкусная. Да, окей. Следующий. Это, как я понял. Это свежая икра, да. То есть, разница в том, что это икра одной и той же породы осетры, это русский осетры, только пастеризованная икра, она чуть-чуть ниже, качественная градация, и она прошла термическую обработку. 60 с небольшим градусом в определенное время, и это увеличивает срок без before, срок годности, но дает немного стен, укрепляет немного стенки икринок, то есть, она более, может, твердая чуть-чуть, или более, и тем не менее, она мягкая, вот как вы сказали. Да, она совершенно мягкая. Но для сравнения… Но это еще мягче. Это уже как такое нежное, такое соленоватое масло. Вот это уже чувствуется, ну, немножко отличается качество, да. Вот все-таки, когда она свежая, ты чувствуешь, что есть разница. И оно такое вот прям масляное, как кремовое, у тебя как икорный крем. Можно делать маску на лицо? Ну, там просто соль, это единственная проблема с маской для лица. Так, ладно. Ну, это гораздо насыщеннее вкус, он такой, как, знаете, есть духи, которые вот такие уже более зимние, вот так и здесь, они такие насыщенные. У меня вот вторая больше нравится. Так должно быть, хотя… Так и должно быть. Слово не дура, да, слово не дура, конечно. На самом деле, есть люди, кому нравится больше пастеризованная икра. И это просто вот разные вкусы, в этом нет ничего плохого. Это, наверное, зависит от количества, сколько мы едим на протяжении месяца или недели, или даже дня. Ну, то есть, если, может быть, в обиходе черная икра, это для всех нормально, то, может быть, и так раз послабее вкусом они предпочитают. А если для вас это какой-то такой special occasion, да, это не каждый день икру едим, то, конечно, хотелось бы такой более насыщенный вкус. Так, и третье – это было, которое… Третье – это просто куплено на местном рынке местного производителя – дойная икра. Дойная икра. Ну, здесь важно понимать, что есть два вида получения икры – дойная и забойная. И более традиционная, и более качественная, и единственный правильный метод – это забойная. То есть, осётр даёт икру один раз в жизни. Дойная икра пытаются получить от одного осётра икру несколько раз. Это чисто экономически выгодный процесс. Икру нужно… рыбу нужно подготовить гормонально, чтобы она знала, что нужно давать икру. Соответствующим образом, когда рыба готова, там делают небольшой разрез, и как будто его… рыбу действительно доят, то есть, получают вот эту слизистую такую вот… Её кладут на спину, держат и прям вот так выжимают из неё и из… Но, что важно учитывать, если забойная икра, её вначале промывают, потом солят, потом идёт процесс эта моторизация, и потом его, значит, или в свежем виде упаковывают, отправляют на рынок, либо же пастеризация идёт, то при дойной икре она настолько липкая и слизистая, что его очень трудно промыть качественно, чтобы икринки не лопались, то есть, могут использовать какие-то различные, не только чистую воду, а какие-то добавки, и потом нужно эту икру вначале пастеризовать, и потом солить. В результате соль остаётся только на оболочке икры, а внутри соли нет. Не просаливается. Совершенно верно. Ну, и поэтому она такая, достаточно грубая на вкус. Ну, она крупинками. Да. Мы сейчас это ей попробуем. Ну, вы сейчас сами попробуйте. Да? Но я всё равно хочу мнение шефа услышать. Да, просто день и ночь. Да? Ну, она мне до сих пор во рту. Ну, она, честно, вот наши зрители не видят. Она прям такая, знаете, она выглядит, как будто есть такие силиконовые шарики добавляют. Отшипнички маленькие. Да, 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 да. Один из показателей проверки, как можно проверить, дойная ли это икра или нет, или нужно вот так вот, она не должна лопаться, это как резиновый шарик в руках. Ну, и сами эти шарики выглядят не так красиво, они более крупные. Да, они однородные. Ну, у этой нет вкуса вообще, от слова совсем. Ну, да, соль. Просто солёная и любая шарик. И фанат, действительно, лопается на зубах. Да. Ну, всё. Я могу теперь проводить тоже дегустацию. Ещё раз вернёмся к тому, что стоимость икры, дойная, конечно, она должна быть сильно ниже, она дешёвая относительно икра. Дальше вот пастеризованная икра по градации цен и в самом топе свежая икра. И так оно и есть. То есть, вот был пункт насчёт, как икра соответствует цене, вот она так и соответствует. Ну, да, главное, чтобы люди не купили такую икру по цене вот такой икры. Это самое важное, да. Потому что это самое такое, я думаю, в чём люди могут ошибиться. Да, и это остаётся во многом на совесть продавцов. Ну, знаю наших продавцов. У нас остается не так много времени, мы можем, наверное, попробовать какой-то отдельный из красной икры. И на удивление у нас пришло, наверное, более 20 вариантов вопросов, поэтому нам надо, конечно, успеть их озвучить и выбрать победителя. Всё, вы задавайте. А, хорошо, хорошо. Мы вас тоже будем угощать. Какой красивый стол. Какой красивый стол. Двух слова скажу опять, какая икра. Значит, в баночке без этикеток это куплено на местном супермаркете. Популярная икра лосося-горбуши. Это дикий лосось. Значит, в круглой баночке это икра типичного атлантического лосося в выращенной ферме. И в пластмассовой квадратной банке это икра из Аляски. Это икра киты, дикий лосось. И это максимально топовое, возможно, качество. То есть, там нет никаких добавленных химикатов, консервантов, энзимов, ничего. То есть, только икра, соль, экстренная заморозка. И вот таким образом после разморозки выглядит эта икра. Так в каком порядке нужно пробовать? Это местный супермаркет. То есть, можно попробовать в любом порядке. Я думаю, что вот так. Так же, как и с черной икрой. Сначала попробуем среднего, как бы хорошего качества простойку, потом очень хорошую, а потом уже сравним с то, что можно купить в наших супермаркетах. Ну, мы ждем вопросы. Я думаю, что вы можете попробовать, Руслан. Да, потому что вопросов настолько много, что я боюсь, что мы все 20 не успеем просто зачитать. И я попытаюсь сейчас хотя бы три выбрать, которые, на мой взгляд, будут такими самыми интересными, чтобы было честно. Но я очень благодарю всех за варианты ответов. И я вижу, что телефон у нас сегодня разрывается. Но тысяча извинений, очень мало времени. А так хочется рассказать больше и попробовать. И фотографиями потом с вами поделиться. Передаю слово Руслану. Как икра? Понравилась? Да, понравилась. Хорошая икра. Для моего вкуса немножко твердовата, но она без горчинки внутри. Вот это мне очень нравится. Потому что очень часто, когда у красной икры, с первой же ложки ты чувствуешь горчинку. И это сразу для меня такой звоночек, что она не совсем качественная. Но, во-первых, она очень свежая, как я понял. Она была разморожена. Да. Это замороженная и размороженная. Да, да, да. Это чувствуется, но при этом она не потеряла качество. Потому что она должна была бы горчить, если бы она была плохого качества. Как могла бы быть. Обычно замороженная икра намного хуже. Согласен с этим. И в основном горчит не из-за того, что это лососевая икра, а горчит из-за того, что это низкокачественная лососевая икра. Да, да, конечно. И, соответственно, добавлено всякие консерванты, химикаты, чтобы это как-то придать вид и вкус. Это вы пробовали какую всю разбаночку? Это... Первую. Да, атлантический лосось, типичный, который растет в ферме. Ага. Так, окей. А вторая? Вторая. Она более крупная и выглядит не так красиво, честно, как вот первая. Да, она более однородная. Я такой визуал, я честно по внешним признакам. Так. Вот это крутая игра. Сейчас нас точно возненавидят за вот этим в прямом эфире в понедельник. Это очень вкусная игра. Если бы сейчас звук было. Посмотрите, я тут даже... Открытие шампанку. Не видно, здесь видно, насколько в ней есть чуть-чуть воздуха, как будто. Там вот, ну вот здесь. И как будто вот она прям лопается. Так вот типа по всему рту. Это очень круто. Это очень вкусная игра. Это из Аляски. И это тоже замороженная и размороженная. И это просто говорит о том, что если икра правильно замороженная, потом правильно медленно размороженная... Я бы никогда не сказал, что она замороженная была. Никогда бы не сказал. Да, да, да. То не стоит бояться замороженной икру. Да, это очень круто. Да, я обычно просто в своей карьере не сталкивался с прямо очень хорошей замороженной икрой. Это очень круто. Для меня это находка, можно сказать. Ну, можно и попробовать теперь магазинную. Ну, разница, конечно, день и ночь. здесь даже по внешнему виду здесь не видно шарики это или квадратики или это они уже половина как будто полопались она вся такая слизкая это конечно то что мы привыкли есть наверно ну вот и вот она сразу горчит сразу полный рот горечи как бы если может быть там вы только что попили кофе вы этого не заметите но если вы кофе не пили то вы точно сразу сразу горчит на такую икру ну если есть выбор взять другую то конечно лучше взять другую но правда вот ваш номер два да да абсолютно нет я чувствую помучание сразу запомнила но это просто разница день и ночь здесь немножко для меня мало маловато вкусом не таки достаточно тверденький здесь ну просто экстаз вкуса здесь очень вкусно и прям для красной икры это не свойственно ну по крайней мере то что так который есть на рынке ну потому что такой икры практически на рынке она недоступна ее нет нигде нет так я думаю что нам есть смысл подвести итог потому что времени у нас остается катастрофически мало и сегодня это как никогда обидно что она летит так быстро три варианта я для вас выбрала прошу не обижаться слушателей которых не удалось озвучить значит вопрос первый сколько нужно съесть красной икры чтобы осталось место для черный первый вопрос да следующий вопрос сколько съесть на ночь икры чтобы не пользоваться виагры и третий вопрос с кем икра не дружит из продуктов нам на них все надо отвечать вы можете ответить на тот который вы выберете трудно сказать какая лучше все вопросы хорошие однозначно наверное первый вопрос такой интересный насчет сколько нужно съесть икры красной икры чтобы осталось вместе для черной нет его понравилось и сколько же но я бы сказал тогда что его может быть не надо кушать да абсолютно верно максимально много места осталось для черной ну значит у нас есть победитель наши администраторы после программы свяжутся и расскажут, как вы сможете получить свои 500 грамм красной икры. Спасибо всем большое за участие. Повторюсь в третий раз, что время сегодня пролетело как никогда быстро, и я очень благодарна экспертам, да, и шефу Руслану Альшевскому, и равную кивистику за такую возможность все это попробовать. Я уверена, что этот эфир будет полезным не только для людей, работающих в этой сфере, но и для потребителей, да, чтобы они были более разборчивы, пробовали и все-таки ценили свое время и деньги, да, и никак не вредили здоровью. Спасибо вам, дорогие гости. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо большое. В эфире была программа «Открытая кухня». Меня зовут Валерий Ивановый, встретимся в следующий понедельник в 5 часов. Спасибо большое.